Привет! Меня зовут Иван и сегодня мы поговорим о правилах в Outlook. Заставочка! Итак, правила в Outlook. Что это такое? Зачем это нужно? Все мы знаем, все мы пользуемся правилами Outlook для сортировки почты. Это их самое главное и первое предназначение. Давайте рассмотрим простой и сложный способ создания правил в Outlook. Поехали! Итак, вот наш Outlook. Запустим его. У меня в почтовом ящике имеется несколько сообщений. Посмотрим, что можно с ними сделать, каким образом их отсортировать. Начнем с простого способа. Что такое простой способ? Простой способ всегда находится здесь в закладке правила. И здесь есть всегда сразу два пункта. Перемещать сообщение от какого-то адреса и всегда перемещать сообщение в адрес, в который было это письмо направлено. Немножечко не по-русски переведено, но вот так перевели, что тут делать. То есть простой способ это выбрать вот эту кнопочку правила, находясь на письме, выбрать кнопочку правила и создать сразу мгновенно правило. Например, всегда перемещать сообщение от какого-то адреса. Вот, например, от моего. Появляется диалог, в котором можно задать папочку, куда перемещать эти сообщения. Например, у меня нет такой папочки, я хочу ее создать. Здесь же можно создать. Мы создаем новую папку и даем ей имя. Напишем от Ивана. И создаем эту папку внутри папки входящей. Вот она создалась. Если мы нажмем ОК, то автоматически создастся правило, которое и переместит сразу все письма от этого адреса, который мы говорили, в эту папочку от Ивана. Видите, вот оно. Они сюда переехали. Также можно создать с таким же успехом, нажав главное, перейдя на закладку главное, нажав на кнопку правила, можно создать, всегда перемещать сообщения, направленные в какой-то адрес. Вот у нас остались сообщения, которые направлены в мой адрес. Давайте вернем эти сообщения обратно во входящие. Вот мы вернули. Вот у нас исходная ситуация. Тут надо учитывать, что когда мы встаем на сообщения, то Outlook иногда переключает меню на меню сообщения. Итак, посмотрим еще раз. Простой способ. У нас всегда есть правило перемещать сообщения от какого-то адреса и всегда перемещать сообщения, направленные в какой-то адрес. Здесь схема та же самая, только нужно создать папку для вот этого условия. Вот, собственно, и все о простом способе. Давайте теперь посмотрим, что такое сложный способ или более продвинутый. Итак, более продвинутый способ. Мы находимся в нашем инбоксе, наше сообщение. Нажимаем кнопочку правила. И здесь есть пункт создать правило и управление правилами и оповещениями. Это, в принципе, один и тот же диалог, только немножечко разный по насыщенности. Если мы выберем создать правило, появляется вот такое окошечко, где можно выбрать простые опции. Вот, например, галочка от этого адреса. Галочка кому направлено. Или тема содержит, собственно говоря, вот эти вот слова какие-то. Можно здесь же вот это вот проставить. И таким образом выбрать, что дальше делать. Перемещать элемент в папку. Уже выбрано здесь, да. Можно выбрать какую-то другую. Создать ее. Либо подать звуковой сигнал. Либо отобразить в окне оповещения о новом сообщении. То есть выдастся информация на экран о новом сообщении с какими-то условиями. Вот здесь справа сейчас будет ссылочка. Можно посмотреть, как не пропустить письмо от начальника. Там вот как раз такое правило задействуется. Но здесь же есть кнопка дополнительно. И мы можем ее нажать и посмотреть, что появляется огромное количество условий. Запускается мастер правил. И появляется огромное количество условий, которые мы можем здесь использовать. Например, мы можем поставить адресованные только мне. Имеющие указанную важность. С отметкой какой-то. Содержащие мое имя в поле копия. Например, все очень любят в копии вас ставить. И вы можете создать правило, которое будет перемещать сообщение, где ваше имя в поле копия, в какую-то папку, которую назвать копия мне. Также здесь есть условия, содержащие текст. Например, в тексте сообщения или в заголовке, или в адресе получателя. Например, если в адресе отправителя содержится слово Outlook, мы можем написать здесь Outlook. Добавить. Таким образом, мы видим, что у нашего правила появилось два условия. Первое условие – это когда мое имя содержится в поле копия. И второе условие – содержащее Outlook в адресе отправителя. Таким образом, формируется правило. Дальше спрашивают нас, что мы будем делать с этим сообщением. Их можно переместить в какую-то папку, задать это условие, в какую папку мы будем перемещать. Например, там папку готового можно выбрать. Либо удалить их, либо удалить навсегда и так далее, и так далее. Множество разнообразных действий можно здесь попробовать, даже распечатать можно. Таким образом, выбирается условие. Нажимаем дальше. Здесь появляется вопрос об исключениях. То есть, какие сообщения исключить из применения этих правил. Например, кроме адресованных только мне. То есть, если я только один стою в поле адресатов. Кроме содержащих текст какой-либо в поле тема. И так далее. Например, оставим кроме адресованных непосредственно мне. То есть, когда мое имя стоит в поле «Кому». Нажимаем дальше. Здесь задается название, имя правила, которое мы можем, например, назвать «Я в поле копия». И можно его сразу включить или не включать. А также можно выполнить это правило для сообщения, находящихся в папке Inbox, в папке входящие. Тогда оно сразу отработает. Ну, собственно говоря, для примера я вот это правило создам. Вот, видите, диалог этот исчез. И у нас создалось правило. Где же это правило находится и как его, например, можно отредактировать. Для этого мы нажимаем опять сюда «Правило». Здесь как раз для этого есть пункт управления правилами и оповещениями. Мы заходим в «Правила и оповещения». В этот диалог я попозже еще покажу, как можно зайти. И мы видим вот здесь вот правило, которое у нас имеется в данном случае, в данный момент. Который применяется к папке, входящей вот этой учетной записи. Видите, у меня несколько учетных записей. Вот можно выбрать, какие правила смотреть. Для какого, собственно говоря, ящика почтового, для какой учетной записи. Вот для этой у нас есть несколько правил. Здесь эти правила можно изменять. То есть редактировать их. Если мы перейдем сюда, мы вот здесь попадаем в тот же самый диалог. Здесь это правило можно удалить. Здесь его можно копировать, чтобы создать новое на его основе. Ну и, собственно говоря, можно создать новое правило. Здесь же из этого диалога мы попадаем в «Мастер правил». Он такой более красивый, более понятный. Здесь уже есть какие-то шаблоны. Организованность, информированность. Начать с пустого правила. Здесь вот очень удобно создавать эти правила. Вот. Для имеющихся правил, вот, например, я не хочу больше иметь это правило. Я могу его удалить. Вот это правило, например, я хочу выключить на время, но не хочу удалять. А здесь вот есть правило, например, очень интересное. Да, можно посмотреть его. Оно только клиент помечено. То есть оно работает только когда Outlook запущен. Как раз вот это правило в предыдущем ролике про письмо от начальства. Можно его посмотреть, что оно сообщает о том, что вот когда получено такое-то письмо, воспроизводится звук. И в окне оповещения появляется вот такая вот надпись. И можно пойти вот изменить это правило, собственно говоря, посмотреть, как оно отрабатывает, какие у него параметры установлены. Что-либо поменять. В этом правиле отредактировать его. Ну и есть еще вот интересное правило пересылка всех писем. Оно как раз из одного из предыдущих роликов о том, как пересылать все сообщения себе на другой адрес. Посмотрите его, вот ссылочка справа появится. Таким образом настраивается правило в Outlook. Простой способ и сложный. Еще раз напомню, что находятся они вот здесь вот в этой кнопочке правила. А также можно попасть в нее через меню файл управления правилами и оповещениями. Здесь точно такой же диалог. Если вы нажимаете здесь новое, то появляется вот такой вот красивый шаблон, где можно эти правила настроить. Ну что же, вот и все, что я хотел вам рассказать о правилах. Простой и сложный способ. Попробуйте использовать правила в вашем Outlook. Напишите, получилось ли у вас, какие у вас возникли вопросы. Может быть мы с вами вместе обсудим их в комментариях. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...